Все. Благословите, Владыка. Добрый вечер, отцы и матушки. Сегодня у нас третья часть лекции, посвященная святителю Тихону и истории Русской Церкви в годы Гражданской войны. В третьей части мы будем рассказывать о последних годах жизни святителя Тихона. В трудные времена, когда нарушается обычный ход жизни, когда жизнь возмущается грознёздными событиями, опрокидывающую бездну всё и вся, когда кругом наступает гибель и отчаяние, Бог посылает в этот мир своих святых, богатырей Духа, людей особого мужества и самоотвержения, подвижника веры и любви, которые необходимы миру, чтобы устоять в истине, чтобы не потерять развлечения добра и зла, чтобы духовно не погибнуть. И подвиг таких святых исполинов, духовных вождей народа, вероятно, можно назвать самым трудным из всех подвигов. То, что произошло за год пребывания, простите, осенью 1918 года, разгула красного террора, власти предприняли попытки организовать кампанию против патриарха Тихона в связи с делом главы английской миссии Локарта и провели первый обыск на его квартире. 24 ноября 1918 года патриарх Тихон был заключен под домашний арест. Основной пункт предъявленных патриарху обвинений сводился к якобы имевшим место призывам первосвятителя к свержению советской власти. В ответном письме в Савнарком патриарх заявил, что он никаких действий для этого не предпринимал и предпринимать не собирается. Что многим мероприятиям народных правителей я не сочувствую, не могу сочувствовать, как служители христовых начал. Этого я не скрываю и о всем открыто писал в обращении к народным комиссарам пред празднованием годовщины Октябрьской революции. Но и тогда же, и столь же откровенно я заявил, что не наше дело судить о земной власти, Богом допущенной, а тем более предпринимать действия, направленные к ее низвержению. Наш долг пришел указать на отступления людские от великих христовых заветов, любви, свободы и братства, и заплечать действия, основанные на насилии и ненависти, и звать всех ко Христу. Совет Объединенных Приходов Москвы, понимая, что жизни грозит опасность, организовал издобровую и разоруженную охрану в покое Святейшего на Троицком подворье. 14 августа 1919 года наркомат издал постановление об организации вскрытия мощей, а 25 августа 1920 года – о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Было вскрыто 65 рак с мощами российских святых, в том числе и самых почитаемых, таких как преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Патриарх Тихон не мог оставить без ответа это глумление и написал воззвание, требуя прекратить кощунство. Вскрытие мощей сопровождалось закрытием монастырей. В 1919 году власти постигнули на национальную святыню Троицы Сергию Лавру и святые мощи преподобного Сергия Радонежского. Вызвав этим бурю возмущений, несмотря на то, что вскрытие мощей было чрезвычайно оскорбительным для церкви и означало прямое гонение на веру, народ не ушел из церкви. 13 сентября и 10 октября 2020 года святитель Тихон был подвергнут допросам. 24 декабря последовало решение ВЧК снова подвергнуть патриарха домашнему аресту, главная цель которого заключалась его изоляция. В этот период святитель Тихон постоянно служил в домовом Сергиевом храме Троицкого подворья. Из-под домашнего ареста он был освобожден не ранее сентября 2021 года, хотя постепенно режим ареста был ослаблен и святителю разрешили выезжать на служение. Последующие события были еще более зловещими. В 21 году начался страшный голод в Поволжье. Летом 21 года патриарх Тихон опубликовал послание, которое называлось «Возвание патриарха Московского и всея Руси Тихона о помощи нападающим». Это послание было прочитано всенародно в храме Христа Спасителя. За ним последовало обращение святителя Тихона к папе Римскому, к архиепископу Кентерберийскому, к американскому епископу с просьбой о скорой помощи голодающим Поволжье, которая вместе с другими международными организациями спасла очень много людей. И несмотря на то, что голос патриарха Тихона в этом деле сыграл огромную роль, потому что именно к нему было больше всего доверие за границей. После обращения святителя Тихона к российской пастве, народам мира, главам христианских церквей за границей о помощи голодающим Поволжье, в храмах России начались сборы пожертвований. Одновременно патриарх в письме от 22 августа 2021 года предложил властям широкую программу помощи голодающим, в том числе создание церковного комитета в составе духовенства и мирян для организации помощи. 19 февраля 2022 года святитель Тихон обратился с воззванием, в котором предложил собрать необходимые для голодающих средства в объеме вещей, не имеющих богослужебного употребления. И ЦИК Голла одобрил это предложение. Однако уже 23 февраля был опубликован декрет об изъятии церковных ценностей, принятый в ЦИК по инициативе Троцкого и положивший начало ограблению православных храмов и монастырей России. В декрече речь шла о сдаче государству всех драгоценных предметов из золота, серебра и камней, включая предназначенные для богослужения. Запрещалась замена драгоценных предметов, имеющих богослужебное употребление, равноценным количеством золота или серебра. В каждой губернии создавалась комиссия под предводительством одного из членов ЦИК. Участие духовенства в ее работе исключалось. Церковь была отстранена от организации. Таким образом, добровольное пожертвование церковного имущества было заменено декретом на насильственное изъятие. Контроль со стороны духовенства был для большевиков совершенно неприемлемым, так как в это время из разных стран, которые откликнулись на призывы патриарха и других русских общественных деятелей, уже поступила продовольственная помощь в достаточном количестве, и привлечения этих целей церковных средств не было необходимости. В письме к Калинину от 25 февраля 1922 года патриарх призвал власть отказаться от столь неожиданного решения, чреватого непредсказуемыми последствиями. Но попытки святителя Тихона предотвратить неизбежный конфликт были интерпретированы как стремление черносотенного духовенства защитить церковное добро. Тогда патриарх Тихон обнародовал свое послание от 28 февраля 1922 года, осудив изъятие церковных ценностей как акт святотатства. В заявлении, опубликованном 15 марта 1922 года в «Известиях», патриарх Тихон призвал комиссию по изъятию при Панголе с должной осторожностью отнестись к ликвидации церковного имущества и убеждал, что у церкви нет такого количества золота, которое надеялись изъять Ленин и Троцкий. Постановление Политбюро ЦК, регламентирующее антицерковную политику большевиков, в описанный период принимались фактически под диктовку Троцкого. И идейная разработка, и кадровые назначения, так же как сама инициатива, и бешеная энергия в ее осуществлении вместе со стратегией и тактикой все исходило от Троцкого. Поистине одержимого желанием отнять золото, расстрелять попов, ограбить даже и самые бедные храмы. Однако одно за другим пишет он руководящие письма, записки, тезисы, направляющие всю деятельность Политбюро в ЦИК, рефтрибунала, всевозможных комиссий. Но среди его писем от 13, 22, 30 марта, не менее, а скорее еще, является теперь знаменитое, а тогда строго секретное письмо Ленина членам Политбюро по 19 марта 22 года, о сопротивлении изъятию в Шуе и политике в отношении Церкви. В целом, в Торе Троцкому Ленин настаивает на том, чтобы именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, и не останавливаясь под давлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. В этом письме определились в целом программные цели партии в отношении с Церковью на ближайшие десятилетия. Устранить институт Церкви, ликвидировать сословия духовенства и укрепить пролетарское государство. На заседании Политбюро ЦК 20 марта был одобрен практически план проведения кампании, означавший переход от имитации правовых к откровенно военным методам ведения кампании по изъятию. 24 марта 1922 года известия поместили передовицу, в которой в жестком тоне заявлялось, что мирный период в кампании изъятия ценностей закончен. Массовое народное сопротивление повсюду было беспощадно подавлено. Суды, открытые процессы над церковниками, расстрелы прокатились по всей России. Верховный трибунал предписал рефтрибуналам инкриминировать патриарху Тихону, меополиту Венину Казанскому и другим церковным иерархам и идейное руководство акциями народного сопротивления. В конце апреля, в начале мая 1922 года, как ни старались большевики, кампания по изъятию церковных ценностей не была завершена. Например, узыщачались методы ее ведения. Проведенная бешеная кампания не достигла поставленных по либеротце КРККБ целей. Власти получили примерно одну тысячную часть планируемого количества золота. Собранные драгоценности составили лишь незначительную часть той суммы, на которую рассчитывали. Всего немногим более 4,5 миллионов золотых рублей, которые в основном были потрачены на проведение самой кампании по изъятию. Но ущерб не укладывался ни в какие цифры. Погибли святыни православия, национальное сокровище России. Жесткая линия в отношении духовенства, санкционированное политбюро ЦК РКПБ с рвением притворялась в жизнь ГПУ, в котором церковными вопросами занималось 6-е отделение секретного отдела во главе с Тучковым. Чекисты, фальсифицируя действительность, возложили на церковное руководство ответственность за волнение верующих и кровавые столкновения. 28 марта 1922 года патриарха Тихона вызвали на Лубянку и допросили. После этого вызывали в ГПУ 31 марта, 8 апреля и 5 мая. Все эти вопросы, эти допросы не дали ожидаемого результата. Осуждение патриархом Тихоном антиправительственных действий духовенства не состоялось. 6 мая 1922 года патриарх был заключен под домашний арест. Официальное постановление о домашнем аресте было подписано только 31 мая. На допросе 9 мая патриарха ознакомили с приговором по московскому процессу о привлечении его к судебной ответственности и взяли подписку о невыезде. К этому времени в результате усиленной работы ГПУ были подготовлены обновленческий раскол. 12 мая патриарху Тихону, находившемуся под домашним арестом на Троицком подворье, явились три священника, лидеры так называемой инициативной группы прогрессивного духовенства. Они обвинили патриарха в том, что его линия управления церковью стала причиной вынесения смертных приговоров и потребовали от святителя Тихона оставить патриарши престол. Прекрасно понимая, кем инициативирован этот визит, не без мучительных колебаний, патриарх решился временно поставить во главе церковного управления старейшего иерарха, митрополита Ярославского Агафангела Преображенского, о чем официально известил председатель Орцык Калинина. Но от престола не отрекся. 18 мая члены инициативной группы добились от патриарха Тихона согласия на передачу через них канцелярии митрополиту Агафангелу, после чего объявили о создании в их лице нового высшего церковного управления русской церкви. 19 мая 22 года Тихон был заточен в Донской монастырь, в одну из квартир маленького двухэтажного дома рядом с северными воротами. Теперь он находился под строжайшей охраной. Ему запрещалось совершать богослужения. Только раз в сутки его выпускали на прогулку, на огороженную площадку над воротами, напоминавшую большой балкон. Посещения не допускались. Патриаршая почта перехватывалась и взымалась. Дело патриарха Тихона было передано ГПУ. Режиссура судебного процесса осуществлялась в политбюро ЦК РКПБ. Вместе с патриархом Тихоном к следствию были привлечены архимандрит Никандр Феноменов, митрополит Новгородский Арсений Стадницкий и управляющий канцелярией Синода и высшего церковного управления Петр Викторович Гурьев. Вместе с делом патриарха в ГПУ находились дела всех членов Священного Синода. И под арестом содержалось около 10 человек. Яркой страницей этого периода явилось Петроградское дело митрополита Вениамина Казанского и его ближайших сотрудников. В компании по изъятию ценностей митрополит Петроградский Вениамин занял позицию еще более мягкую, чем патриарх Тихон и призвал вообще все отдать, не сопротивляясь. Однако после отказа сотрудничать с обновленцами он был арестован и осужден на открытом судебном процессе. В ночь с 12 на 13 августа 22 года митрополит Вениамин был расстрелян. Обновленческий раскол развивался по плану, согласованному с ВЧК и быстро втянул все неустойчивые элементы, которые были в церкви. В каком-то время во всей России всем архиереям и даже всем священникам поступили требования от местных властей, от ЧК, чтобы они подчинились высшему церковному управлению. Сопротивление этим рекомендациям расценивалось как сотрудничество с контрреволюцией. Патриарх Тихон был объявлен контрреволюционером, белогвардейцем, и церковь, которая осталась ему верна, была названа Тихоновщиной. Во всех газетах того времени ежедневно печатаются большие погромные статьи, которые обличают патриарха Тихона в контрреволюционной деятельности. А тихоновцев во всех преступлениях в 23 году устанавливается обновленческий собор, на котором присутствует несколько десятков по большей части незаконно поставленных архиереев. Многие из которых женаты. На этом соборе делается лживое объявление о том, что единогласно принято решение о снятии с патриарха Тихона сана и даже монашества. Отныне он просто мирянин Василий Иванович Белавин. Этот разбойничий собор получает широкое освящение и поддержку в печати, где отныне патриарх Тихон до самой смерти именуется только бывшим патриархом. С августа 22 года до весны 23-го велись регулярные допросы патриарха и привлеченных вместе с ним лиц. Патриарха Тихона обвинили в преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера наказания. В апреле 23-го года на заседании политбюро ЦК РКПБ было принято секретное постановление, по которому трибунал должен был вынести святителю Тихону смертный приговор. В это время патриарх Тихон обладал уже всемирным авторитетом. Весь мир следил с особым беспокойством за ходом судебного процесса. Мировая печать была полна возмущениями по поводу привлечения патриарха Тихона к суду. И позиция власти изменилась. Вместо вынесения смертного приговора патриарх был лишен обновленцами, после чего власти начали усиленно добиваться от него покаяния. Не имея достоверной информации о положении церкви, патриарх должен был получить из газет представление о том, что церковь гибнет. А между тем, в это время деятели ВЦУ перессорились между собою, раскололись на разные группы и все больше внушали отвращение верующему народу. Патриарху Тихону было предложено освобождение из-под ареста при условии публичного покаяния. И он решил пожертвовать своим авторитетом ради облегчения положения церкви. 16 июня 23 года патриарх Тихон подписал известное покаянное заявление в Верховный суд РСССР, запомнившийся словами «Я отныне советской власти не враг». Расстрел патриарха не состоялся, но в застенках Лубянки было получено покаянное заявление патриарха Тихона, поставившее под сомнение в глазах ревнителей чистоты церковной позиции стойской святителя. С тех пор перед епископами будет постоянно стоять вопрос, что лучше сохранить неповрежденное свое свидетельство об истине пред лицом пыток и смерти или путем компромисса постараться получить свободу и на свободе еще послужить церкви. 27 июня 23 года закончилось более чем годовое пребывание святителя Тихона под арестом. Заточение его во внутренней тюрьме ГПУ и он был переведен вновь в Донской монастырь. Еще раньше 13 марта следственное дело по обвинению патриарха Тихона было прекращено постановлением политбюро ЦК РКПБ закончилось не начавшись одной из самых громких судебных дел того страшного времени. 28 июня 23 года у вас презентация отключилась будьте добры запустите еще раз. Бочка у нас на экране она есть. Нет Машка давайте тогда вот так еще раз. сейчас еще раз я посмотрю. У меня тоже презентации нет. Давайте я еще раз ее сейчас включу. Как демонстрация экрана включите ее. чтобы Машка параллельно запустит чтобы время не терять. Хорошо. 27 июня 23 года закончилось более чем годовое пребывание патриарха Тихона под арестом. Заточение его во внутренней тюрьме ГПУ и он был переведен вновь в Донской монастырь. Еще раньше 13 марта следственное дело по обвинению патриарха было прекращено постановлением политбюро ЦК РКПБ. закончилось не начавшись одной из самых громких судебных дел того страшного времени. 28 июня 23 года на следующий день после освобождения из внутренней тюрьмы на Лубянке святитель Тихон поехал на Лазаревское кладбище где совершалось погребение известного старца отца Алексея Мичева. Вы конечно слышали что меня лишили санна но Господь повелел мне здесь с вами помолиться. сказал патриарх Тихон во множестве собравшемуся народу отца Алексея Мичева знала вся Москва встречен он был с восторгом народ забросал его коляску цветами сбылось предсказание отца Алексея когда я умру вам будет большая радость любовь народная к патриарху Тихона не только не поколебалась в связи с его покаянным заявлением но она стала еще больше его все время предмет отец Андрей на секунду приостановитесь у вас звук пропал секунду презентация пропала все пропало так увидим просто кнопку нажали я смотрю вообще и его не вижу сейчас муж он отключился вообще его не вижу вот вот так сейчас давайте еще раз да презентацию можно включить как сейчас да сейчас запускается и вас видно да можно развернуть ее запустить вернее любовь народная к патриарху Тихон не только не поколебалась в связи с его покаянным заявлением но стало еще больше его все время приглашали служить он часто служил в большом летнем соборе донского монастыря именно в последние два года жизни святейший патриарх Тихон совершил особенно много архиерейских хератоний обновленческие приходы сразу стали возвращаться в юрисдикцию патриарха Тихона перешедшие к обновленцам архиереи и священники во множестве понимали их снова во множестве принимал их снова в общение приглашал служить с собой и часто даже одаривал этих изменников последний период жизни святитель Тихон поистине был святителя Тихона поистине был восхождением на Голгофу постоянные провокации ЧК злоба и клевета обновленцев непрерывные аресты и ссылки архиереев и духовенства лишенные всякого управленческого аппарата патриарх Тихон часто не имел связи с хипархиальными архиереями не имел нужной информации должен был все время как бы разгадывать тайный смысл назойливых требований чекистов и противостоять им с наименьшими потерями фактически всякий раз когда патриарх отвергал очередное требование советской власти арестовывался и посылался на смерть кто-нибудь либо из его ближайшего помощника положение патриарха Тихона в это время ярко изображает эпизод связанный с требованием Тучкова ввести в церковное управление протерея Красницкого главы живой церкви предателя который будто бы покаялся в это время патриарху Тихону освободившись на короткое время из ссылки прибыл митрополит Кирилл Смирнов один из самых любимых его соратников между ними состоялась замечательная беседа митрополит Кирилл сказал не нужно ваше святейшество вводить высшее церковное управление этих как он выросился комиссаров в лесах патриарх патриарх Тихон на это ему ответил если мы не будем идти на компромиссы то тогда все вы будете расстреляны или арестованы и митрополит Кирилл сказал патриарху ваше святейшество мы теперь только на это и годимся чтобы сидеть в тюрьме после этого получил в адрес обращение от Елисаветградского духовенства с просьбой нечать Красницкого высшее церковное управление патриарх написал на нем резолюцию которая очень хорошо характеризует его духовный облик прошу верить что я не пойду на соглашения и уступки которые приведут к потере чистоты и крепости православия резолюция это патриарх уповала доверие и действительно верил ему силу свою святейший патриарх Тихон черпал именно в вере и верой призывал сопротивляться всякому преступлению всякому злу замысел с введением Красницкого церковного управления провалился и в ответ на это Тучковым было запрещено и упразднено ипархиальное управление ипархиальное собрание патриарх Тихон оставшись без сосланного уже на соловки владыки Лариона Троицкого трудился теперь вместе с митрополитом Крутистским Петром Полянским он служил во многих храмах принимал людей его дверь всегда была открыта для всех он удивительно доступен и прост и старался утверждать церковь утверждать всех кто приходил к нему своей любовью своей службой своей молитвой характерно что за 7 лет своего патриарширства он совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений то есть получается что он служил примерно каждые 2-3 дня первый период до ареста патриарх чаще всего служил в крестовом в честь преподобного Сергия храме Троицкого подворья после ареста в Донском монастыре и всегда он очень много ездил по московским храмам но жизнь святителя все время была под угрозой кто-то несколько ночей подряд пилил железную решетку на окнах патриаршей квартиры на втором этаже 9 декабря 24 года внезапно дверь квартиры была открыта ключом и в квартиру вошли два человека навстречу им вышел любимый келейник святейшего патриарха Яков Анисомич Полозов который был убит в упор тремя выстреланных бандитов особенно очевидно выстрелы предназначались патриарху так как в это время обычно он оставался один патриарх Тихон чрезвычайно любивший Якова Анисимовича пережил эту смерть очень тяжело он понимал что пуля предназначалась ему поэтому повелел похоронить своего келейника рядом со стеной храма в Донском монастыре Тучков на это это запрещал но патриарх Тихон настояв на своем завещал и себя похоронить рядом с ним по другую сторону стены храма что было потом исполнено страшное напряжение постоянная борьба подточили здоровье патриарха видимо почувствовалась опасность патриарх воспользовался правом предоставленному собором в семнадцатом году оставить после себя завещание указав трех местоблюдителей патриаршего престола на случай смерти он написал это завещание 25 декабря 7 января по новому стилю 25 года на Рождество Христово и вскоре после этого был помещен в больницу в больнице патриарх Тихон скоро стал чувствовать себя лучше начался великий пост и он стал часто выезжать на богослужение все главные службы великого поста старался право церкви после служб он возвращался в больницу но это была частная больница Бакунина на Остоджинке напротив Зачатевского монастыря последнюю свою литургию он совершил в воскресенье пятой недели великого поста 5 апреля в храме Большого Вознесения у Никитских Ворот 21 марта 25 года состоялся очередной допрос находящегося в лечебнице больного патриарха сразу же после допроса было оформлено постановление об избрании меры пресечения однако графа осталась не заполненной и не была поставлена дата очевидно для решения вопроса на более высоком уровне в день Благовещения 7 апреля Святей Шатих старался служить литургию в Елоковском Богоявленском соборе но не смог чувствуя себя плохо однако по требованию Тучкова он был увезен из больницы на какое-то заседание когда он вернулся к нему несколько раз приезжал митрополит Петр Полянский последнее посещение закончилось только в 9 часов вечера святитель 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 должен был мучительно редактировать текст воззвания которое настойчиво срочно и как всегда ультимативно требовал Тучков текст был заготовлен в ГПУ и имел неприемлемое для патриарха содержание патриарх переправлял Тучков не соглашался на требование Тучкова передаваем через митрополита Петра святитель Тихон отвечал я этого не могу на каком варианте остановился бы святейший патриарх если бы продлилась его жизнь и был ли им подписан текст появившийся в известиях 14 апреля в качестве предсмертного завещания теперь сказать невозможно после ухода митрополита Петра патриарх попросил сделать ему укол снотворного и сказал ну вот я теперь усну ночь будет долгая долгая темная темная укол был сделан но вскоре святейшему патриарху сделалось очень плохо в 23 часа 45 минут 7 апреля патриарх спросил который час получив ответ сказал ну слава Богу потом трижды повторив слава тебе Господи и прикрестившись два раза тихо отошел к Господу немедленно был вызван митрополит Петр и почему-то тот час приехал Тучков перед покоронами патриарх Тихон был перевезен в Донской монастырь на похороны его съехались почти все епископы русской церкви их было около 60 было вскрыто завещание патриарха в котором назывались три местоблюстителя патриаршего престола первым местоблюстителем был назван митрополит Казанский Кирилл Смирнов который в это время находился в ссылке и поэтому воспринять местоблюстительство не имел возможности вторым местоблюстителем был снова назван старейший иерарх русской церкви митрополит Ярославский Агафангел Преображенский он также находился в это время в ссылке третьим местоблюстителем патриаршего престола был назван митрополит Крутицкий Петр Полянский решением всего наличного собрания архиереев по существу представлявшего собой собор русской православной церкви он воспринял звание местоблюстителя патриаршего престола прощание с патриархом было открытое с сонмом епископов и священства было совершено торжественное погребение патриарха Тихона при стечении колоссальных толп народа не только весь Донской монастырь и все окружающие улицы были полностью запружены людьми конечно никакая милиция не могла бы справиться с такой толпой но всеми был соблюден полный благоговейный порядок не было никаких скандалов никакого шума все провожали своего отца с благоговением так закончилась жизнь великого святого для патриарха Тихона было характерно удивительное смирение кротость тихость он был великим молитвенником и всегда предавал себя волю Божию его службы отличались торжественностью и глубокой молитвенностью существует несколько замечательных свидетельств о его духовной жизни очень характерно свидетельство конвоиров которые стерегли его во время домашнего ареста всем хорош старик говорили они только вот молиться долго по ночам не задремлешь с ним сам патриарх Тихон говорил я готов на всякое страдание даже на смерть во имя веры Христовой другие его слова объясняют компромиссные послания пусть погибнет мое имя в истории только бы церковь была церковь была польза в заключении можно привести слова нескольких церковных деятеля патриархи Тихони патриарх вузах во главе России вузах стал светом мира никогда от начала истории русская церковь не была столь возвышена во главе своей как она была возвышена в эти прискорные дни испытаний и во всем христианском мире нет имени которое повторялось бы с таким уважением как имя главы русской церкви протерей Сергий Булгаков он патриарх исчерпал все возможные для церкви и церковного человека меры примирения с властью гражданской и явился жертвой в самом внутреннем широком и глубоком смысле этого слова жертвуя собой своим именем своей славой исповедника и обличители неправды он унижался когда переменил свой тон с властью но никогда не пал он унижал себя но никого больше не сохранялся и не возвышался унижением других он не щадил себя чтобы снискать пощаду патриям народу и церковному достоянию его компромиссы дело нелюбви и смирения и народ это понимал и желал его искренне и жалел его искренне и глубоко получив полное убеждение в его святости это мужественное кратчайшее существо это исключительно безрукоризненная святость личности протерей Михаил Польский патриарх Тихон обладал даром прозорливости он многим предсказал будущее сам он конечно часто будущее предвидел и навык вручал и навык вручать себя судьбу церкви паства всех своих ближних воли Божией которой он всегда был верен и всегда ее искал и верил что воля Божия одна только может управлять церквью она одна спасительна спаси Господи на этом я заканчиваю наши лекции посвященные святителю Тихону патриарху московскому думаю что для многих из нас какие-то документы какие-то истории были может быть открытием жития святителя Тихона и поучительны следующую лекцию я хотел бы посвятить истории Кубана Кубани православной Кубани в годы гражданской войны спасибо Господи благословите Владыка благодарим отца Андрея за интересный рассказ то что вы рассказали ну практически все известно из курса истории но нам нужно об этом еще раз напомнить основное что нужно здесь какие моменты подчеркнуть мы видим что церковные дела духовные дела и проблемы невозможно решить административным образом на основе своих знаний умений душевных качеств необходима именно молитва необходима совет с ближними как вот вы рассказывали Пститель Тихон с владыкой Кириллом находили в этом утешение скажем когда многие воспротивились подписанию декларации 27 года многие такие значимые архиереи исповедники то спросили у преподобного Серафима Вырецкого он говорит есть Божья воля надо подписывать то есть обращаясь к духоносным старцам которые как вот говорит Силан Афонский от себя не говорят говорят только то что дает им Господь и у нас с вами бывают тоже вопросы гораздо они проще чем те про которые мы сейчас говорили проблемы между собой или бывает и где-то с властями помните когда пытались закрыть храм и когда объявления неправильно стали расклеивать что в храмы люди не ходили на Пасху вот очень мудро надо очень мудро и этой мудрости можно поучиться у Средителя Тихона конечно если в мирное время не жить подвижнически то когда придут тяжелые времена можно не справиться можно пасть можно отпасть вот об этом мы молимся с вами когда есть иктинья просительные мы просим чтобы для властей Господь дал мир чтобы мы в этом мире пожили как во всяком благочестии чистоте вот нам такие времена даются именно для такой жизни если мы сейчас расслабимся то тяжелые времена мы можем отпасть церкви еще заметно в его жизни как у него духовно превалировало над мирским административным подобно тому мне вспоминается как Средитель Афанасий Сахаров он будучи тоже исповедником много раз перемещается с одного места на другое за ним бывало следовали ученицы старались где-то поселиться рядом с лагерем ну и как-то очередной раз он освободился из заключения пришла монахиня духовного чада он ей говорит как вы живете она говорит владыка вашими святыми молитвами слава богу мы вместо монастыря создали артель трудимся садим картошку там себе хватает другим помогаем он говорит я не о том я спрашиваю как вы живете вы творите молитву или молитва творит вас вот совершенно такой подход очень духовный при этом подходе все внешне воспринимается как условия для нашего спасения не только вынужденные условия а Господь вот попускает таким такой обстановки сложиться около нас для того чтобы мы с Божьей помощью вот с покаянием могли поступить достойно по-евангельски по поводу компромиссов тоже тут ужасаться не нужно приводят кстати вот из позднейшей советской истории наверное в 80-е годы вы знаете что надо было согласовать с уполномоченным кандидатуру священника вот ну и случалось так что иногда уполномоченные организовали гонение на кого-то священника и епископа понуждали заставляли чтобы его перевел куда-то вот и был такой случай когда архиерей вызвал священника говорит отец спаси Господу что ты так ревностно трудишься там сам издатом занимаешься с молодежью трудишься но сейчас немножко надо ослабить это рвение вот поверь что через там какое-то время близкое все наладится и все будет замечательно то есть надо сохраниться но ведь это все по послушанию по послушанию очень приятно что вот сказано святитель Тихон сам имея святость сам имея высший сан в церкви нашей все-таки обращался за советом своим собратьям вот вот такие у меня мысли лоскутки строматы по поводу этого выступления по поводу жития священномученика святителя Тихона Московского Северо-России Тихо-Творца вот ну теперь можно да ну все-таки я не все-таки они